Водохранилище Дожди, которые идут, они коренным образом не меняют уровень воды в водохранилище. Мы потребляем город Магадан ежедневно 40 тысяч кубических метров воды на холодное водоснабжение, 20 на горячее водоснабжение забирает магаданская ТЭЦ. Даже если будут такие ливневые дожди, как были вчера-позавчера, в сутки мы получаем 130 тысяч кубических метров. Но сейчас вот уже идет как бы перелив, здесь вода поступает в речку, назад в Каменушку, далее в Магаданку, и ситуация здесь нормальная, стабильная, и никаких вопросов, связанных с надежностью работы гидротехнического сооружения, вот это вот водохранилище водоканала не вызывает. Общий объем водохранилища чуть более 11 миллионов кубических метров. И по словам директора водоканала, предприятие готово к любым осадкам, потому что условия безопасной эксплуатации водохранилище обеспечивается в полном объеме. Для этого также в начале июля приглашали высококвалифицированного специалиста, профессора архитектурно-строительного университета из Новосибирска. Он обследовал все сооружения на данном объекте, и по результатам исследования можно сказать, что все находится в нормальном и безопасном состоянии. Что касается питьевой воды, то качество и производственный контроль осуществляется в рамках лабораторного исследования, в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая в свою очередь согласована с Роспотребнадзором по Магаданской области. На сегодняшний день мы действительно имели отклонение в период прохождения паводков, но это ежегодная ситуация, она связана с природными условиями эксплуатации. Прежде всего можно говорить о тех гуминовых кислотах, которые со склонов сопок наших попадают в водохранилище. Хочу отметить, что эти показатели влияют только на органолептические показатели, в частности на цветность, на показатели безвредности. Эта вода не является опасной для потребления, но тем не менее в период прохождения паводков такие отклонения имеют место быть. В течение остального времени года качество питьевой воды не вызывает вопросов, оно соответствует всем тем санитарным нормам и гигиеническим нормативам, которые установлены. Недавно в региональном правительстве прошла конференция, посвященная репродуктивному здоровью колымчан. Всем известно, что в России действуют различные государственные программы охраны женского здоровья. Но для мужчин ничего подобного нет. Проект «Сила Магадана» реализован группой специалистов при поддержке губернатора региона Сергея Носова. Эта программа позволит применить современные медицинские практики и привлечь лучших врачей страны по мужскому и репродуктивному здоровью. Для начала планируется ввести бесплатную диспансеризацию мужчин до 49 лет, один раз в 4 года. И сертификат молодой семьи, в рамках которого вступившие в брак супруги получат возможность бесплатно провести обследование своего репродуктивного и генетического здоровья. Внедрение профилактических систем по укреплению мужского здоровья даже на базовом уровне поможет на 5-10 лет поднять коэффициент рождаемости на 1,5 пункта и сэкономить около 40% всех средств, направляемых на решение демографических проблем медицинским путем. Специалисты утверждают, третья волна коронавируса наступила. Эксперты призывают вакцинироваться, тем самым обезопасить и себя, и других. Однако что делать, если не успел привиться, а запахов уже не чувствуешь? Наша коллега Елизавета Сипайлова болеет вторую неделю. К врачу обратилась с трудом. Для того, чтобы попасть на прием, пришлось около 30 раз слушать короткие гудки в телефонной трубке. После личного приема врач прописал обильное питье, противовирусные препараты и грудной сбор. Температура держалась стабильно. Елизавета решила проконсультироваться со скорой помощью. Так сильно я еще ни разу не болела, поэтому то, что держится температура, показалось мне странно. Я решила позвонить на скорую помощь, узнать, как бы нормально или ненормально. Мне дали телефон для консультации специально. Я говорю так и так, у меня какие-то симптомы, температура не спадает, нормально ли это. Мне сказали, ну а чего вы хотите? Мы что, волшебники что ли? Весь мир с этой болячкой борется. Ну как бы, лечитесь, что я могу вам сказать. При том, что, повторюсь, тест мне не делали. Тест мне не назначали как КТ. Врач уверил Елизавету, что температура будет держаться 10-12 дней. И это нормально. Девушка сделала рентген, хотя, как уверяют специалисты, ковид-19 таким образом увидеть нельзя. История связанных с разделом наследниками имущества ушедших в мир иной родственников, превращающихся в детективы масса. Аналогичный случай произошел с магаданкой Ниной Концевич. Начиная с 2014 года, она пытается выяснить, как один известный магаданский нотариус мог сформировать наследственное дело после смерти ее мужа, включив в очередь на наследство детей супруга от предыдущего брака. Если доверенность от одного из них была, по ее убеждению, поддельной. Более того, как утверждает Нина Тагировна, после ее обращения в правоохранительные органы, этот документ из наследственного дела таинственным образом исчез. Я решила прилететь сюда и обратиться к вам, так как долгое время, пытаясь узнать правду, я не могла не достучаться ни до кого. Вот последний раз я была в октябре 2020 года у бывшего руководителя, который при встрече мне сказал, что дело будет пересмотрено. Но итог оказался иной. Я спокойной душой улетела, а мне пришел ответ, что нет никаких оснований для пересмотра. Но я считаю, что со мной поступили незаконно, несправедливо. В отношении меня было мошеннические действия со стороны одного из наследников, моего покойного мужа. И здесь были нарушения со стороны нотариуса, должны свои полномочия. У меня есть все доказательства данных обстоятельств. Нина Концевич сейчас проживает за пределами Магадана. Здесь останавливаться ей приходится у знакомых, что достаточно неудобно. Уже неделю она пыталась записаться на прием к прокурору Магаданской области Олегу Сидельникову. Но сотрудники прокуратуры к первому руководителю ее не записывают. От безвыходности женщина пришла в редакцию «Вечернего Магадана» и через наш канал обратилась к новому начальнику УМВД России по Магаданской области Александру Поставалову. Поэтому я узнав, что у нас здесь в Магадане новый руководитель, я прилетела и хочу обратиться к вам. Примите меня, пожалуйста, лично. Потому что я писала три заявления 15, 20, 21 и до сих пор никто ничего мне не может сказать. Просто просматриваются и все. Традиционно ко дню города библиотека имени Олега Куваева проводит различные конкурсы. И этот год не стал исключением. Сотрудники учреждения провели две викторины, связанные с историей Магадана. Так как сейчас действуют некоторые ограничения в связи с коронавирусной инфекцией, все мероприятия проводились в онлайн-формате. В этом году у нас была викторина, посвященная дню рождения нашего городского парка. Она называлась «Сокровище городского парка». Проходила она на нашем сайте. А вторая викторина проходила непосредственно 14 июля, в день города. Это очень масштабный проект, хотя, возможно, так и не покажется, потому что это всего лишь Инстаграм, но это действительно большая работа, проделанная за кадром. Это действительно так, ведь все вопросы сотрудники библиотеки разрабатывают сами. А вторая викторина, которая называется «Солнечный Магадан», полностью состоит из видео вопросов. Их записывают известные или просто очень активные жители города. Один из вопросов задал председатель Магаданской городской думы Сергей Смирнов. Он также является и спонсором этой викторины. Свою студенческую бытность я учился в Магаданском политехникуме по специальности автомеханика. Это учебное заведение было открыто в далеком 1934 году. Но красивое здание, которое находится за моей спиной и где расположены основные аудитории, появилось несколько позднее. А в этот промежуток занятия проводились в различных зданиях города Магадан. В том числе, одна из общеобразовательных школ города принимала в вечернее время учащихся техникум. Вопрос. В какой городской школе обучались в вечернее время учащиеся политехникум? Сейчас появилась возможность получить электронный дубликат СНИЛС в случае потери. Получение дубликата займет немного времени. Для этого потребуется полная регистрация на портале госуслуг. Для начала нужно будет зайти в свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда, используя пароль от своей учетной записи с госуслуг. Далее выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет». Нажать по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» и затем на кнопку «Запросить». Также, если нажать на соответствующую отметку, то можно будет получить уведомление о готовности документа на электронную почту. Продолжение следует...